Поиск преступников, задержание дебоширов, предотвращение нарушений и ведение служебной документации. Все это лишь малый перечень обязанностей, возложенных законом и ведомственными приказами на сотрудников полиции. Но что скрывает погоны вне рабочей деятельности? Об этом нашей съемочной группе рассказал заместитель начальника следствия ангарской полиции Николай Сафонов. В свободное от службы время мужчина увлечен спортом. Он капитан баскетбольной команды. В правоохранительные органы я пришел, окончив высшее юридическое образование, окончив Байкальский государственный университет экономики и права по специализации юриспруденции. Затем отслужил год в армию. И после армии пришел и сразу пошел устраиваться в любимый город, в любимый отдел полиции, чтобы защищать права граждан. Так устроился с 2012 года. По настоящее время я прохожу службу у МВД России по Ангарскому городскому округу. В настоящее время я заместитель начальника следственного дела. До этого 10 лет я проработал в должности старшего следователя по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ней находится ряд как следователей, так и старших следователей. Ну, осуществляю, так сказать, в общих чертах, это парциальный контроль за ходом и расследованием уголовных дел данной категории. Направление уголовных дел в суд также входит в мои обязанности. Плюсы работы для меня лично это защита интересов граждан, которые пострадали от совершенных в отношении них преступлений. Во втором числе это, конечно, это достойная зарплата. Считаю, что у нас в нашем городе зарплата, которая нам платится, она считается достойной. Ранний выход на пенсию, 12,5 лет необходимо отработать, чтобы уйти на пенсию. Плюс социальные гарантии, это такие как оплачиваемый отпуск, проездок по России, ну, в любую точку России для отдыха. Ну, считаю, это большими плюсами в нашей работе. Если ты запланировал плотно рабочий день, то ты никогда не остаешься на работе и все выполняешь свои служебные, ну, в день. Все в день, то есть с 8.30 до 6 ты можешь выполнить все свои дела, так сказать, и спокойно посвятить оставшееся время как семье, так и любимым занятиям, отдыху, хобби. Своя баскетбольная команда у меня в городе Ангарске, команда «Андердог» в 2015 году я ее создал. И мы с 2015 года играем на Иркутской области, на чемпионате Иркутской области. То есть игры у нас проходят примерно раз в две недели. Проходят в основном в городе Шелихов и либо в Иркутске. Летнее время мы тоже с женой организуем здесь, в городе Ангарске, в парке «Современник» для детей и любителей соревнований по стритболу. Это уличный баскетбол. То есть активный образ жизни, так сказать, ведем. У нас подрастает маленький ребенок, которому три года, который тоже за нами все повторяет. И тоже за нами вечно всегда с нами и на площадке, на баскетбольной, и на всех соревнованиях поддерживает как мою жену, свою маму, так и меня. Баскетбол – это мой вид спорта, от которого я получаю удовольствие, от которого я, можно сказать, снимаю стресс с работы, то есть вот это напряжение все. Если ты запланировал рабочее время, то работа у тебя заканчивается в 18.00. И с 18.00 ты до самого вечера можешь уделить время как семье, так и своему любимому хобби. Время хватает. Ни дня не пожалел, что я пошел именно в органы и именно в юстицию, потому что расследовать уголовные дела и направлять их в суд – это самая главная задача правоохранительной системы в целом. Потому что преступник в итоге должен сидеть в тюрьме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова